Продолжение следует... Благодарю организаторов этой встречи за предоставленную возможность выступить здесь по поводу новых вызовов, связанных с природными техногенными катастрофами. Я хочу также передать сердечное приветствие и поздравление от президента Российской Академии Наук Осипова, который проявляет большой интерес к рассматриваемой здесь проблеме и желает успеха участникам этой встречи. Многие годы я занимаюсь проблемами природных и антропогенных катастроф, все более убеждаясь, что наше понимание этих природных значений в этой жизни людей постоянно возрастает. Анализ показывает, что также неуклонно возрастает и интенсивность, и число природных и природотехногенных катастроф. Сегодня они являются источником глубоких социальных потрясений, массовых страданий и гибели людей, стали огромными и сопровождающие их материальные потери. Эта категория угроз в современном обществе становится ведущей. Стратегия их парирования основывается на принципе все возрастающей потребности в координации международных усилий по разработке прогноза грозящих опасностей, оценке риска и организации управления. Динамика катастрофических явлений, природные процессы, отмеченные на слайде первым, все чаще переходит в категорию природно-техногенных катастроф. По сути, сегодня мы с вами почти всегда имеем ситуации, когда природные катастрофы становятся одновременно и техногенными катастрофами, и в то же время крупные техногенные катастрофы приводят к природным, экологическим, тяжелым последствиям. Развитие таких опасных явлений, как землетрясение, извержение вулканов, цунами, ураганы, наводнения, показанное на этом рисунке, приводят к разрушению техносферы и глубоким социальным потрясениям. Они стали важнейшим дестабилизирующим фактором, создающим угрозы устойчивому развитию отдельных регионов и стран. Некоторые из них приобрели глобальный характер. Около 90% катастроф, происшедших за последние годы, вызвано аномалиями погодных условий. Природно-техногенные катастрофы ведут к ускорению негативных изменений окружающей среды. Ее качество ухудшается при сочетании катастроф с техногенными авариями и нагрузками в социальной сфере. Необходимо отметить, что ускоренный рост народонаселения, создание многополисов чаще всего происходит в местах, подверженных опасным природным явлениям. Но это, как вы знаете, в основном прибрежные островные территории, склоны вулканов и высоких гор, заболоченные поймы рек. Здесь часто и интенсивно проявляются вулканизм и землетрясения. Прошу следующий слайд. Вот в таких зонах, о которых я говорил, активно проявлены цунами, оползни, сели, затопления. Их интенсивность показана сели и других. И то, что я назвал цунами генными землетрясениями, на следующем слайде. Как правило, в таких густонаселенных, слаборазвитых районах предварительно не проводятся глубокие инженерно-геологические и другие исследования, необходимые для оценки риска негативных природных процессов. Недостаточной является инженерная подготовка строительства новых промышленных и социальных объектов. Даже в высокоразвитых странах, крупные города и прибрежные мегаполисы, слайд 4-й, следующий, пожалуйста, все чаще оказываются в центре рушительных стихийных бедствий, в первую очередь ураганов, усугубляемых разрушением техносферы. Экономические потери достигают огромных размеров. Страдания людей приобретают повторяющийся и часто массовый характер. Катастрофические процессы усиливают загрязнение гидросферы земли, океанов, прибрежных зон, рек и озер континента. За последние 30 лет темпы загрязнений превышали темпы развития промышленного производства. Они происходили за счет увеличения сбросов коммунально-хозяйственных служб, химических предприятий, аварий танкеров, нефтяных и газовых трубопроводов, буровых платформ, используемых при освоении шельфовых зон, морей и океаров. Широкое включение в производство и коммунальное хозяйство свежей воды в сочетании с проявлениями засухов в последние годы привело к двум катастрофическим явлениям – резкое уменьшение водных ресурсов земли и деградацию почв. На следующем слайде показаны регионы, испытывающие острый недостаток воды и продовольствия. Из этого рисунка видно, что в крупных, при акваториальных регионах мира 60-75% речного стока забирается на физиологические нужды человека. Они показаны на этом слайде красным. Практически не проводится миллиардация земель, удобрение почв. Проблема обеспечения водными ресурсами в России включена в приоритетные государственные задачи, решение которых предусмотрена стратегия национальной безопасности. Стало острая проблема деградации почв, миллиардации земель и использования удобрений. Она нуждается в более детальном рассмотрении международным сообществом, так как теснейшим образом связана с недостатком продовольствия и реализацией международной продовольственной программы. Более часто проявляются аномальные погодные условия и их негативные последствия. Крупнейшие наводнения в Пакистане, Китае, Восточной Европе, сильнейшая жара в центральной части Европы в июле-августе прошлого года сопровождались лесными пожарами. И они со всей очевидностью показали, что пока мы не имеем научно обоснованной эффективной системы прогноза изменения погодных условий. Для прогноза погоды в мире все чаще используются идеи о связи климатических аномалий с региональными колебаниями индексов циркуляции в атмосфере, тесно связанных с жизнью мирового океана. Среди них особо важную роль играют изменчивость давления, температурная структура поверхности океана, интенсивность и траектория циклонов, термохолимный эффект, перемещение океанских вод, явления Эль-Ниньо и Ла-Ниньо стали играть важную роль в формировании блокинга континентальных атмосферных антициклонов, вызывающих измеряющую жару. За периоды наиболее жарких сезонов в Европе и Восточной Азии в 1972, 1981, 2002 и 2010 году аномалия 2010 года была самой мощной за все время наблюдений и послужила причиной гибели многих людей в разных странах, в том числе и в России. Несомненно, возрастает влияние природных бедствий на экономическое развитие стран. Макроэкономические последствия природных бедствий противоречивы и во многом обусловлены их интенсивностью. На следующем слайде приведена сравнительная значимость совокупного ущерба от природных бедствий за последние 30 лет, по данным экспертов Всемирного банка и Организации Объединенных Наций. На приведенной карте выделяется 5 типов регионов, отличающихся долей расходов от природного внутреннего продукта, необходимых для устранения последствий природных техногенных бедствий. Из нее виден широкий диапазон колебаний от 0,5, показанный зеленым цветом, до 100% красным. Прямой ущерб оценивается в 13-15% от годового прироста валового внутреннего продукта в мире. До несовокупного ущерба в годовом приросте валового внутреннего продукта может достигать 60 и более процентов. Важно подчеркнуть, что в странах с высоким уровнем экономического развития их экономика, как правило, не испытывает длительных перегрузок. Разрушительные бедствия обычно сказываются на темпах роста макроэкономических показателей в квартальных и реже полугодовых периодах. Средний годовой прямой ущерб исчисляется первыми десятыми долями валового внутреннего продукта и практически не сказывается на консолидированном годовом бюджете. В отличие от них, экономика развивающихся стран испытывает намного более значительное бремя указанного ущерба и социальных потерь. На развивающиеся страны, в первую очередь азиатские, ложится основная тяжесть социальных потерь – более 80% погибших от мирового доли и пострадавших от природных катастроф. Ущерб их экономики оценивается процентами, а иногда и десятками процентов валового внутреннего продукта, что ведет к росту крупных дефицитов государственного бюджета. Сказанное подтверждается и дополняется тем обстоятельством, что дифференциация уязвимости к природным опасностям и бедствиям проявляется внутри стран между различными социальными группами по уровню благосостояния, существенно отличающимися демографическими и культурными признаками. Из общего числа погибших в природных бедствиях и катастрофах в мире за период 1975-2010 годы около 65% составляли малоимущие люди, 30% – люди с доходами ниже среднего, 4% выше среднего и лишь 1% – люди с высокими доходами. Причина повышенной уязвимости менее имущих слоев населения, очевидно, связана не только с ограниченностью их ресурсов для защиты собственной жизни. Для лиц с низкими доходами сама значимость рисков природных опасностей, на мой взгляд, значительно уступает социальным рискам, связанным с ежедневной борьбой за выживание. Рассматривая пути снижения природных рисков, подходы и приоритеты действий, на первый план мы ставим научное понимание природы катастрофных явлений и разработку способов защиты от их негативных последствий. Именно знания лежат в основе разработки мер и применения норм, стандартов безопасности, практических мер по снижению ущерба. Укрепление государственной поддержки науки, прежде всего наука земле, инженерных дисциплин, которые у нас сегодня концентрированы, как бы рассматриваются в этих геокатаклизмах, прежде всего инженерных дисциплин являются необходимым не только в целях модернизации экономики, но и обеспечения устойчивого развития общества. Не менее важно кардинальное повышение уровня образования населения и подготовки профессиональных камерах. Государственная поддержка науки образования не только императив обеспечения безопасности от природных угроз, но и экономически эффективная политика. Помимо поддержки развития науки образования для защиты населения и территорий от природных опасностей, государство должно играть ключевую роль в развитии и его институционального и организационного механизма. За сравнительно короткий срок в России сформированы законодательная основа и единая система организации действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, доказавшие свою результативность. По сути дела она признана во всем мире. Процесс совершенствования системы и у нас далек от завершения и достижения нужного уровня эффективности. Совместное участие государства и населения в этом процессе крайне необходимо. Наиболее очевидна потребность при оказании финансовой и экономической помощи пострадавшим от природных бедствий, создание системы справедливого распределения функций федеральных и региональных государственных органов и фондов по защите населения и восстановления нарушенных промышленных и социальных структур. Необходимо увеличение доли затрат на превентивные меры, включая не только исследования, о которых я говорил, но и мониторинг природных процессов, их прогнозирование, а также переоснащение сил реагирования. Важным направлением деятельности государства в качестве экономического субъекта и регулятора стало страхование от природных опасностей. В России это особенно актуально, учитывая зачаточный уровень его развития. Как убедительно показали чрезвычайные погодные ситуации лета 2010 года, на уровне страхования жилья не более 10% и поселок сельскохозяйственных культур не более 25% государство было вынуждено принять на себя основную финансовую и материальную помощь пострадавшим регионам в выплату компенсации пострадавшим жителям. Отсутствие стимулов для домохозяйств к затратам на обеспечение собственной безопасности несомненно является отрицательным фактором в обеспечении безопасности населения. Мы видим в государстве страховщика последней инстанции, гарантирующего оказание помощи пострадавшим в случае превышения установленного ущерба, покрытие которого обеспечивается страховыми премиями домохозяйственных предприятий. Как показывает мой опыт, показанный на этом слой, это происходит регулярно во всевозрастающей степени. Частные страховые фирмы не справляются с убытками, причиняемыми учащающимися катастрофами. В последние 30 лет этот показатель был чуть выше 33%, преимущественно находясь в пределах от 15 до 20%. Учитывая неравномерное развитие страхования в разных странах, а также ограниченные возможности страховых компаний, уделивание с реальным измещаемых потерь оказывается низким, а финансовое участие государств необходимым. Целесообразно развитие инструментов финансового рынка, применительно к страхованию, перестрахованию и ликвидации последствий природных бедствий. Важно, что наша встреча происходит как раз в Турции, в которой программы, привятые по страхованию, а также всемирным банкам позволяют правительствам привлекать дополнительные средства для снижения катастрофических рисков. В России практика применения подобных инструментов практически отсутствует, поэтому развитие страхования и финансирования рисков природных опасностей мы видим в качестве приоритетных задач нашего и других государств. В заключение хочу отметить нарастающую тенденцию техногенных катастроф. К этой категории мы относим катаклизмы, вызванной аномалиями сложных технических систем. С ними связаны чаще всего опасности локального или же регионального уровня. В их основе лежат социальные причины. Большое значение имеет человеческий фактор. Глобальные техногенные катастрофы бывают редко. И даже то, что случилось сейчас по усилиям Японии, это все-таки не относится к категории глобальных катастроф. Вот на примере энергетики мы видим разные виды угроз, связанные с технологическими опасностями. Широко известны аварийные ситуации, связанные с гибелью людей при добыче каменно-углеовольных шахтов, технологические аварии при добыче транспорта углеводородного сырья. Это реальная угроза безопасности энергобеспечения во многих странах. В том числе и в нашей стране стал износ энергетического оборудования и его низкое качество. В частности, это стало одной из основных причин крупнейшей в этом столетии аварии ядерных энергетических объектов Фукусима в Японии, вызванной сильнейшим цунами. Одной из глобальных техногенных катастроф в мире стал взрыв реактора Чернобыльской АЭС в 1986 году. Вот радиационная опасность Чернобыля, приведенная на слайде, она действительно охватывает, по сути дела, весь мир и является, несомненно, глобальной. Она стала сравниваться с последствиями военного применения ядерного оружия в 1945 году и испытаниями мощных ядерных зарядов в атмосфере позднее. Проблема распространения чувствительных ядерных технологий и материалов стала важнейшей угрозой безопасности, относящейся к категории главных глобальных проблем. Снижение угроза этого направления потребовало принятие уникальных по масштабам деятельности мер ООО, руководителями СССР, России, США и других государств. Высокий уровень совместной работы, созданного ООО, Международного агентства по атомной энергии, не имеет прецедента по размаху решенных проблем и качеству исполнения. На мой взгляд, этот пример международного взаимодействия по защите населения от глобальных радиационных угроз заслуживает широкого распространения, в том числе и для решения других экологических и катастрофических проблем, в частности связанных с природными и природно-техногенными катастрофами. Благодарю за внимание и прошу меня извинить за некоторый перебор времени.